у меня так если что документы есть я сразу показываю но момент такой у меня проблем нет я только сказал а в руки вам а вы кто хочу вас случилось что случилось все в порядке смотрите даже давайте посмотрим дело в том что вы немножко нет не исполняйте закон да давайте посмотрим так старший лейтенант полиции лобанк андрей николаевич должен старший инспектор дпс полка дпс бдв мвд россии по нижнему новгороду 6 января 2015 года а до такого действительно до 6 января 2015 года у вас там печать это я не вижу ну какой не вижу печати нет это конечно у меня по отдельным стремлением видите дело в чем оно у вас не соответствует вот у меня вот здесь вот все есть я вам могу показать даже не то что могу а покажу сейчас обязательно вы же представляете сейчас у мвд россии правильно вот по городу нижнему новгороду у вас согласно 615 приказ должна быть доверенность ну 615 приказе утвержден а а а а я ничего не понимаю 615 615 615 иначе от двенадцатого года этим приказом утвержден значит документооборот то есть вот документ который вы имеете да по себе вот 615 приказом утверждено там есть пятьдесят третий пункт в котором указана доверенность то есть вот вы как сейчас как служащий вот эти вот фирмы ну ЧП не ЧП не важно вот это организация вот так точнее да юридического лица это же юридическое лицо правильно или да я не считаю я вам сейчас покажу вот ну вот для примера у меня просто две выписки с собой ГУ МВД Книжгородской области да ну да 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 ну я вам вот там например да и МВД это тоже а юридическому лицу и это а юридическому лицу вот согласно выписок из налоговой лицо имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица вы же сейчас в частном видит правильное действие да МВД действует это юридическое лицо ну точно так ну почему ну точно так же ну смотрите вот написано юридическое лицо это сейчас все юридические лица выписки из налоговой сейчас единственное что там сменился руководителем шаев был да а юридическое лицо как было так и осталось вот а у вас есть 615 приказ может быть вы не знаете об этом не говорит никто вам наверно а вот я говорю о документообороте то есть документы должны соответствовать вот этому приказу в нем 53 пунктом указано что у сотрудника должна быть доверенность доверенность в которой прописан объем полномочий осуществляемых то есть вот например вот вы с этим документом это не доверенность именно так именно так доверенность вот видите ли в чем видите ли в чем для вот дел в чем да да служебные преднамочия вы можете осуществлять в таком они находят более 9 каждого человека у нас же инструктора старший инструктор так это сам это видите как все то же самое как у вас есть маршрутный листа патрулирование правильно и это то же самое То есть вы же не можете вне этого маршрутного листа автрулирования осуществлять деятельность свою, правильно? Конечно. Я имею обослужебную. Вот. И здесь то же самое. Вот вы с этим документом, вот с этим удостоверением, которое не имеет реквизитов государственного органа, то есть вы не государственные должности, в связи с тем, что у вас нет подтверждающих того документов. На этом удостоверении, вот кто вам выдал это удостоверение? Да, вы не найдете там фамилию, там нет фамилии, вот там нет фамилии. А по всем ГОСТам документ является таковым только при наличии реквизитов соответствующих. Соответствующий реквизит, который обязателен для документов, вообще чтобы документ был таковым юридическим значимым, является расшифровка подписи. Подписи, расшифровка подписи. И должность еще должна стоять того, кто это подписал. Вот. И вы с этим документом будете. Действительно. Он действительно в рамках вашей организации и техно-коворостки сравняет действия в вашей деятельности. У меня сейчас такая ситуация, что физлицо, вот это вот физлицо, ценник паразит, оно из Российской Федерации в 16-м году, поэтому не зарегистрировано в Российской Федерации. А ваше... А ваше... А ваше... 62-й закон. Вы, наверное, не читали, да? 62-й закон. 62-й закон. Да. А гражданский район. И вот... И вот... Не далее, как прямо вот... 24-го числа, 25-го. Тоже, наверное, не знаете. Наш ГУ МВД и Нижегородская область. ГУ МВД и Нижегородская область. ГУ МВД и Нижегородская область. Примело решение. Так, я сейчас покажу. Я вам сейчас покажу, что есть действительно... Вот согласно этому вот закону. Там, видите, дело в чем написано? В главе 81 паспорт получил, гражданство не приобрел. Я в связи с этим в 16-м году, в начале года, когда обнаружил это, вот по этой книжке. Вот. И она у меня куплена была в конце 15-го года. Вот. Я, значит, обратился в Главное управление МВД 10-го мая, по-моему. У меня вот обращение с собой тоже. Там принимал Никутин. В связи с тем, что паспорт у меня есть. РФ. Да? Вот на тот день. На то время, точнее. А согласно этому закону я не являюсь гражданином РФ. Вот согласно этому закону. То есть паспорт получил, гражданство не приобрел. Я обратился туда для разъяснения. То есть, ну, как так? Вот. Да, да, да. Вот как так? Значит, обратился туда. Там мне ничего не смогли ответить. Значит, обратился в областную прокуратуру, неоднократно причем туда ходил, обращался на тот момент УФМС. Сейчас оно ликвидировано, уже знаете. Вот. И мне никто не смог ответить внятно. То есть, меня отвечали, что я гражданство приобрел на основании закона о гражданстве РФ от 1991 года. А когда я поднял материалы, да, все, то есть публикацию в газете, в российской газете, оказалось, что в 1992 году был опубликован закон о гражданстве РСФСР. А вот этот вот закон был принят в 2002 году. И в нем, главе 8.1, прям черным по белым припечатали. Хотите прочитать? Вот. Я когда это обнаружил, я сам был в очень сильном удивлении, что случилось, почему именно так. вот, оказывается, надо по этому закону, надо урегулировать. вот, урегулирование правового устава с отдельной категории листников, да, да, вот там вот где этим, ручкой подчеркнуты. вот вы сейчас с этим документом, например, на почту, на почту не получите корреспонденцию на юрлицо, потому что у вас... да, 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 потому что у вас полномочия нет на действие от имени юрлица. Вот когда у вас есть доверенность, тогда вы сможете на почту получить корреспонденцию. Видите, какая штука? Это не доверенность личности. Это не доверенность личности. Это не доверенность личности. Да. Оно у вас как, знаете, как фрукты спутный завод. Чтобы я мог... Совершенно верно, да. Полиция, это же не государственная, согласно закону, а полиция. Вот. И вы распространяете свои вещи, то есть вы контролируете персонал вот этой вот организации большой, то есть Российской Федерации, которые... Вот. Физлицы, которые зарегистрированы в Российской Федерации, обязаны соблюдать законы, подчиняться, значит, в том числе и вашим указаниям, опять же, законным требованиям. Правильно? Вот. Во сколько вы обязаны действовать по закону, согласно закону полиции? Вот. А я-то не гражданин РФ. А я ничего не нарушил. Вы же вот не остановили. Когда вы останавливаете в связи с тем, что кто-то что-то нарушил, вот, тогда другое делаем. То есть тут уже как бы есть причины для остановки. Правильно? И основания для составления соответствующего там протокола, да, процессуальные действия какие-то совершать. Вот для того, чтобы совершить процессуальные действия, необходимы как раз удостоверяющие документы. для того, чтобы внести реквизиты этих документов вот в этот составляемый протокол. Для этого и спрашивают документы. Для того, чтобы... А можно было составить? Я же говорю, опять же, в связи с чем проверяю? В связи с нарушениями, в связи с тем, что какая-то ориентировка есть, в связи с тем... Ну, конечно. Ну, конечно. Ну, конечно. Ну, должна быть причина. Ну, причина должна быть. Ну, причина должна быть. И эта причина должна быть обязательно связана с исполнением вами своих обязанностей. Вот. А для исполнения вами своих обязанностей вам даны права для исполнения обязанностей. Права даны. И вот как раз в ваши права входят в том числе остановка транспортного следствия и проверка документов для исполнения обязанностей. обязанности исполнять вас ну согласно закону полиции они возникают вот эти вот обязанности тогда когда есть нарушение тогда вы начинаете исполнять обязанности если нет нарушения потому что вы можете нет а куда там нельзя лучше да вот есть когда да есть когда мероприятие например машины угнали вы значит похоже там по цвету модели еще что-то восстанавливать такие машины опять же другие вы не будете останавливать в рамках этого мероприятия опять ну или там например человек какого-то нужна цитрально ну антитеррор уже вообще да и в рамках этого антитеррора ну в роду да я у меня часто останавливать меня так вы увидели теперь теперь